Что категорически нельзя писать в сети? За что можно получить по голове? Знаете, мне очень понравился вопрос, и мне кажется, на него надо отвечать буквально, потому что, помимо уголовного кодекса, можно реально, и такие случаи были, в том числе в отношении довольно известных журналистов, когда за какие-то оскорбления люди просто получали в самом прямом смысле по голове. Что нельзя категорически писать с точки зрения уголовного кодекса и административного кодекса? Так это же всем понятно. Оскорбления, матерщину разного рода — это как минимум, это и в мирное время действует. В общем, то, что считается преступлением, и то, что, в общем-то, понятно обычному гражданину. Если вы пишете в отношении человека какие-то оскорбительные высказывания, то вы можете, а, действительно получить по голове, и, б, вас могут привлечь, потому что человек может действовать разными способами. Он может действовать незаконно, попытаться как-то свести с вами счеты, а может написать на вас какое-то заявление. Так что здесь все достаточно просто, и практика в этом смысле не изменилась. — Ну, то есть можно параллель провести с действиями нашей армии, да, в ходе специальной военной операции? То есть понятно, что это оскорбление? — Да, это уже другой вопрос. Ну, конечно, конечно. Если мы говорим об армии, я просто говорил в общем. — А если говорить об армии, то, еще раз скажу, это разного рода фейки, вранье, ложь, вражеская пропаганда, дискредитация вооруженных сил. Поэтому я советую, если вы хотите что-то писать про армию, либо писать, ну, вообще писать в любом случае очень осторожно, писать это как оценочное суждение и подчеркивать, что это ваше оценочное суждение. А лучше всего пользоваться официальными сведениями Министерства обороны. Оно их выдает достаточно регулярно. Вот лучше пока пользоваться ими. Нет, конечно, можно меня не слушать, можно, что называется, там пуститься во все тяжкие. Но я как адвокат просто советую пользоваться только официальными источниками информации. И я бы посоветовал людям проявлять повышенную бдительность, повышенную осторожность. Лучше вот восемь раз подумать, прежде чем что-то написать. И на восьмой раз все-таки не написать.